В сегодняшний день Святая Церковь предлагает нашему вниманию чтение из Евангелия от Луки, где нам сообщается притча о том, как некий человек был богат, он одевался в порфиру и висон и каждый день пиршествовал блистательно. Даже очень богатые люди в древности ежедневно не одевались, конечно, в порфиру и висон. Это такие драгоценные ткани, которые человек надевал в какой-то торжественный день в своей жизни или когда шел куда-то к власти, к имущему человеку, либо на какой-то религиозный праздник, когда он участвовал в каких-то шести, церемониях и так далее. Тем более, никогда еще не был на земле человека, который каждый день пиршествовал бы блистательно. А если бы такой и оказался, то он бы, наверное, скоро умер от обжорства. Но это притча. В ней Господь хочет показать, что человек был и несметно богат, и тщеславен, и заботился более о своей плоти, чем о душе. Вот что означают эти слова. «Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот этого богатого человека в струбьях и желал напитаться крошками падающих со стола богача, и псы, приходя, лизали струбья его». Что Господь нам этим хочет сказать? Во-первых, Он нам сообщает имя этого человека. Потому что тщеславные люди, а любовь к роскошным одеждам, она, конечно, подчеркивает страсть, которая есть в человеке, которая тщеславна. Почему это называется тщеслава? Потому что слава тщетная. Одна слава, если человек великий математик, или другая слава, если он великий инженер. Наконец, третья слава, ну, великий артист. Но у кого-то человека нет ни денег, ни талантов, ни ума, как ему выделиться из всех остальных, только внешним видом. Что-то на себя такое надеть, каким-то образом себя раскрасить, что-то вставить в уши, если ушей не хватает, в ноздри и так далее. Чтобы вот как-то подчеркнуть то, что ему кажется, его будет отличать от других. Может быть, прической, может быть, цвета волос, что тоже относится ко внешнему одеянию. А Лазарь наоборот. Он лежал, тяжело больной человек, весь в струпе. То есть, его тело было покрыто коркой от язв. И, тем не менее, Господь нам сообщает его имя. Если бы эта история была не приточная, а настоящая, то можно было бы удивиться, что две тысячи лет по всему миру, по всем церквам, и православным, и католическим, и неправославным, только и разносится. Лазарь, Лазарь, Лазарь. А где богач с его богатством, с его порфирой, с его висаном, с его пирами, с его друзьями? Его нет. Ничего от него не осталось. Ничего. Как же так случилось? И дальше, причем это объясняет. Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Аврамова. Что это такое Лона Аврамова? Дело в том, что до пришествия Христа на землю, когда он по своему воскресенье сошел в ад, то все люди, начиная от первого правоца нашего Адама и заканчивая Иоанном Предтечеем, одного из величайших пророков Ветхого, Ветхой Церкви, сходили в ад. Но в аду тоже обители разные. И вот та обитель адская, где пребывали души праведников, именовалась у древних евреев Лона Аврамова. То есть он пребывал, пребывала там душа вместе с Аврамом. Место относительно благополучия по сравнению со всем остальным адом. И Лазарь, его душа после смерти отошла туда. Потому что Господь говорил эту притчу не для христиан, а для тех людей, которые приуготовлялись быть таковыми в будущем. Поэтому он употребляет те реалии, которые были понятны его слушателям. Поэтому Лона Аврамова – это не рай. Лона Аврамова – это ад. Только немножко другой. В лучшую сторону. Умер и богач, и похоронили его. Надо хорошо похоронили. И, возможно, и была прекрасно украшена его гробница. И, наверное, и в гробу-то он лежал весь в пеленуты, и в порфиру, и висам. И в Ааде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидал вдали Аврама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Мучился богач в аду. Лазарь в аду не мучился, потому что Лазарь достаточно помучился в жизни. Значит ли это, что каждому человеку непременно надлежит мучиться? К сожалению, это так. Слышим, как плачет ребенок? О чем плачет? Из-за своих грехов? Да нет. Он плачет, потому что он мучается. Что-то ему нехорошо. Может быть, он вспотел, может быть, ему душно, может быть, он вообще весь мокрый. Может быть, от такой незнакомой для него обстановки, где находится много людей. ребеночек, когда рождается, он так орет, что слышно на всех этажах. Почему? Он рождается с мукой. Ему очень тяжело рождаться. Из утробы матери, где температура 36 градусов, в этот мир, где сразу встречает его холод, дай Бог, плюс 23. Гораздо ситуация холоднее. И проходить родовыми путями для него это труднейшее вообще испытание. он проходит сквозь пот и кровь. И он кричит. Да, к сожалению, результатом греха явилось то, что рождение человека происходит в муках. И его матери более или менее тяжких и трудных хотя говорят, что 17% женщин рождают безболезненно, но безболезненно это относительно тех, которые рожают тяжело. Это нельзя сказать, что совершенно бесполезная безболезненная процедура, как лицо умыть. Нет, это всегда трудно и помимо физической боли. Как всегда у каждой мамы множество страхов. А что с ним будет, а как врачи по своей такой душевной тупости их стращают, пугают и в общем уже к периоду родов часто это особенно если первый раз это запуганный до полусмерти человек. И вот они вместе страдают, но если есть отец по случаю так вышло, что он существует и в нем какие-то есть рудиментарные остатки совести, сочувствия, он тоже страдает. Особенно это хоть редко бывает, но что он любит ее и любит будущего младенца, что еще реже бывает. В основном это такое существо, для которого все случившееся есть повод для того, чтобы напиться с друзьями, там еще каких-то глупостей друг другу наговорить, по самому смыслу наипошлейше. Потому что и сам человек еще вполне не старый, как правило, поэтому и жизнь еще пока мало чему научила, и чувства еще не развиты. это все может быть будет впоследствии. Да, это великая тайна, которая нам открывается в кресте Господнем. У нас на земле, на нашей грешной земле, благодаря нам, грешникам, поэтому она и грешная. Даже несмотря на то, что Господь ее осветил и своим созданием, и своим посещением в Рождество свое, и тем, что он на ней жил, ходил по ней, проповедовал и пролил на эту землю свою причистую кровь, тем не менее, земля остается грешной, потому что она не может быть свята помимо человека. и вот чего-то серьезного, важного, божественного здесь на земле можно достичь или постичь только через страдания. Страдает и поэт, рождая свои строки, страдает и художник, когда все, что он задумал, оказывается, воплотить невозможно. Потому что одно дело то, что сложилось в уме, другое дело передать через глаза и руки. Страдает и пахарь, потому что ну, сеет он, сеет, а будет ли урожай, погибнет ли он от непогоды или сожрут насекомые, вот, да или вообще даже если соберет урожай, а сможет ли он продать, все большая проблема. Сеешь ли ты хлеб или работаешь милиционером, везде страдания. Без этого ничего не получается. Нужно обязательно потрудиться и пострадать. Даже рыбу из пруда оказывается без труда не вынешь. И вот страдал Лазарь на земле. И не за его страдания, потому что все люди страдают, Господь его привел на лоно Аврааму. А совершенно по другой причине. Потому что Лазарь его душа в результате страдания она приобрела некие качества, которые необходимы человеку для пребывания на лоне Авраамова. Какие же это качества? Ну, во-первых, терпение. Потому что мы видим, что Лазарь болел до самой смерти. Никакой медицинской помощи он не получал. Только псы, которые лизали ему раны, некоторым образом умягчали его страдания, но не исцеляли его. Он не изнывал от зависти к богачу. Он не писал письма президенту, премьер-министру не жаловался на недостаток социальной справедливости в том обществе, в котором он жил. Он не устраивал голодовку, потому что он и так голодал. Он не хотел отнять у богача его праздничный стол и съесть с него половину. он даже не просил, чтобы ему уделили маленькую часть из того, что ну все мы знаем на всяком перу еды готовятся обычно в 2-3 раза больше, чем гости могут съесть. К сожалению, так, потому что ну не дай бог не хватит. Вот и поэтому стараются, стараются, стараются и все это больше, тем более у человека богатого. ничего это он не хотел и не выпрашивал и не молился об этом, нет. Что он хотел? Он хотел, чтобы из тех кусков, которые падали на пол, ну с пола кто будет есть, и собаки там подбирали, и он хотел, чтобы часть того, что попадало собакам и досталось им. Вот что он хотел, но и этого не просил. А думал, ну может быть, сидит он у порога, богатый не мог не знать, что он там сидит, но ему было не до него. У него друзья там, музыка, веселье, кино, вино, домино, девочки, очень хорошо, как ему казалось проводил время. А Лазарь нет. Лазарь ничего не знал о Христе, Лазарь ничего не знал о смирении, Лазарь ничего не знал о том, что в терпении вашем стяжите души наши. Нет. Но в силу того, что каждая душа по природе своя христианка, будь то мусульманин, будь то атеист, будь то иудей, это не играет никакую роль. признаешь ты там, не признаешь, может ты вообще в астрологию веруешь, это не играет никакой роли, потому что тебя все равно создал Христос из ничего. Это он так захотел, чтобы ты был вызван к жизни. Он, Лазарь, это ничего не знал. Но вот в силу того, что каждая душа по природе своя христианка, поэтому дает право говорить о каких-то общечеловеческих ценностях, они действительно есть в силу того, что каждый человек и язычник, и мытарь созданы Богом. Поэтому люди как бы узнают в себе некоторые общие черты, некоторые общие понятия. и вот это из этой религиозной интуиции Лазарь понял, что в его положении нужно терпеть и смиряться. И он потратил всю свою жизнь на то, научиться тому, чтобы терпеть и смиряться. И вот результат. Имя его с золотом написано в книге жизни. И когда Христос пришел, он вывел Авраама и всех, кто был на луне Аврааму из споднейшего ада в небесное царство. А богач, а богач, несмотря на то, что все ему завидовали и считали, что он живет хорошо и весело, имя его изглажено из книги жизни. И мы даже не знаем, как его зовут. ты богатый, а звать тебя никак. Ты богатый, а ты никто. Потому что ты ничего не приобрел для царства небес. А самое главное, что должен приобрести человек в результате своей жизни, это терпение и смирение. А если к этому еще, если человек совершает христианский подвиг, еще присовокупится любовь, то это собственно и есть спасение, потому что бог есть любовь. И в любви только может человек уподобиться богу. Поэтому эта притча очень для нас важна. Она говорит нам о том, что то, к чему обычно стремится человек, для вечной жизни не имеет значения. А имеет значение только то, какие внутренние качества он собрал в себе в результате своей жизни. Вот это внутреннее богатство красоты души. Поэтому каждый из нас может заглянуть в зеркало своей души и спросить у себя и у своей совести и увидеть, чем он плох, чего он еще не сделал. Для того, чтобы богатеть в Бога, как сказано в Евангелии, это гораздо важнее. Потому что это богатство идет с нами в вечность, а от богатства внешнего ничего не останется. И этому очень много наглядных примеров. Летом ездил на дачу нашего детского дома, и там при входе в это село с разрушенной церковью стоял дом. Недостроенный, но прекрасный по своему архитектурному замыслу. Что такое? Хозяин умер. И думаешь, как жалко трудов. Человек нашел место. Человек может быть сам, а может с помощью хорошего архитектора создал проект. Хорошо дом посадил. и в основном он уже выстроен. А теперь его нельзя продать даже по цене кирпича. А почему? Да он никому не нужен. И вот этот недостроенный дом, это есть символ бессмысленности усилий, если человек думает только о том, чтобы богатеть внешне. А вот если бы он на эти деньги хотя бы помог сиротам, а потом бы те, кто воспитывается сиротам, сказали, что это, 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 куплено деньги вот этого парня, давайте за него помолимся, потому что он является нашим благодетелем. А может быть даже не стали молиться, но бог-то видит. Бог-то видит. погибла команда хоккеистов, потому что летчик перепутал педали. Нормальная, чисто российская ситуация, современная. все погибли, все очень сожалеют, и родственники, и не родственники, но один из них тайно помогал нуждающимся. Не проедал, не пропивал с друзьями, не тратил на девчонок, а может что-то и тратил, но очень значительные суммы тайком давал тем, кто в этом нуждается. И думаешь, хоть короткую, на какую прекрасную жизнь прожил человек. Он жил не зря, потому что у него была совесть и было сострадание. И вот главное, что мы должны приобрести в этой жизни, это совесть и сострадание. Потому что любовь, она и выражается в том, чтобы у человека было сострадание. Если рядом с тобой никто не страдает, как ты можешь проявить сострадание? Почему церковь выступает и всегда выступала против религии коммунизма? Потому что коммунизм, как всякая социалистическая утопия, говорит о том, что все функции на себя возьмет государство. Не будет нищих, не будет голодных, не будет раздетых. Само государство будет воспитывать детей, а потом и семья отомрет, она совершенно не нужна. Все будет государством. Почему церковь против этого? Ну, потому что это чистый сатанизм. Лишить людей возможности сострадать. Вот мы сейчас пожинаем плоды этой ситуации. Воспитан совершенно из одного из самых сострадательных народов русского. Я уже как-то рассказывал, как был во Франции, стою на остановке, вышел из музея Анри Матисса, подходит ко мне старик, француз, и говорит, вы русские? Я говорю, да. Он заплакал и говорит, русские самый лучший народ на земле. Я говорю, с чего вы взяли? А я был в плену. И вот к нам, к пленным русские так относились, как я никогда не встречал ни во Франции, ни в Германии, откуда меня забрили в армию. Вот если бы старичок приехал бы сейчас сюда. Это было давно, лет 20 назад, и сейчас наверняка уж нет в живых. Мы самого лучшего народа на земле стали самым плохим. Самым жестоким, самым безжалостным, самым пьяным, самым искурившимся, изнаркоманившимся, и ну, что уж по отношению к собственным детям мы творим. если многие немцы, до сих пор старики живы, в Германии хорошо медицинское обслуживание поставлено, любой немец, если плохо себя чувствует, он может просто вызвать такси, и за счет государства его отвезут в любую больницу, и там окажут медицинскую помощь. Это не Россия, где ты, когда тебе узнаешь, что тебе 75 лет, к тебе и никто не поедет. Волокордину покушайте или побольше свежего воздуха. Там совсем не так. Многие старики живут 90 лет, и они говорят, что когда мы, они многие выжили в плену, условия были не сладкие, но когда их конвои ввели туда, в Сибирь, ну, и не только все и в Москве, до сих пор есть здания, которые немцы пленные построили, русские женщины, это в 45-м году, в 46-м, кидали им через конвой хлеб свой. Они жалели немецких солдат, которые попали в плен. Сейчас это воспринимается как звездные войны. Это даже никому в голову не придет, как-то можно немцу, там, оккумпанту, против которого была развернута потрясающая совершенно не хуже гебберская пропаганда, там, чтобы злоба, ненависть, отомстить врагу. Нет, эти русские женщины, они еще были совсем другие. А теперь, а теперь, теперь, совсем другие люди, это русскоговорящие человеки, у которых ничего такого нет. Ни сострадания, ни любви. Вот это продукт как раз коммунистической религии. Поэтому церковь никогда не сможет с этим согласиться. Потому что все, что там содержится в ее заповедях, этой религии, это человека ненавистничества. чистый сатанизм, хитрость, подлость и обман. Лазарь был не таков. И Христос, говоря эту притчу, показывает, что каким должен быть человек, если хочет достичь небесной жизни. Поэтому каждый из нас должен эту притчу хорошо запомнить. и если уж шибко начинает увлекаться каким-то земным благополучием, обязательно подумать и о том, а нет ли кого рядом человека, которому ты мог бы помог, а ты отверг. Ты отверг шанс к своему спасению. Поэтому Господь говорил в притчах, чтобы их яркие образы хорошо отпечатались в нашем уме и душе, чтобы мы не пренебрегали состраданиями, потому что в этом есть спасение нашей души. Благословение Господне на вас таку благодатью и человеку любви всегда неприсно и во веки веков. КОНЕЦ Продолжение следует...